Когда я говорю, что я завидую умным, это значит, что когда-то было какое-то сравнение не в вашу пользу, и это сравнение было травматично. И более того, кто-то либо прилепил ярлык, ну да, она у нас хорошенькая, может быть, не столь умненькая, либо вы сами прилепили этот ярлык, не факт, что это кто-то сделал, но вы отказались от своих способностей. А дальше вы будете жить, и в каждой новой ситуации вы будете вместо того, чтобы реализовывать свои способности, потому что человек меняется только в деятельности, когда вы что-то делаете, вы в этот момент меняетесь, в этот момент развиваются ваши способности, но когда вы завидуете умным, ваши способности наоборот подавляются, потому что вы себе внушаете, внушаете, что вы недостаточно умны. Когда вы завидуете успехам коллег, то вы в этот момент отказываетесь в том, чтобы направить внимание на свои возможности. Как вы обесцениваете свои возможности, как вы девальвируете свои возможности, это уже вопрос, и там много всего. Но если я завидую коллегам, это значит, что я признала, что я так не могу, не могу так ладить, не могу так общаться и так далее. А если вы говорите, я завидую смелым и решительным, это значит, что каждый раз, разглядывая человека, который ведет блог в Инстаграм, человека, который выходит в прямой эфир, человека, который, может быть, несет ахинею, но с таким уверенным и радостным лицом, каждый раз у вас будет щемить что-то внутри, и вы будете думать, ну как же это круто! Вот ему повезло! А вот я так не могу! И каждый раз, сказав такую фразу, вы еще раз и еще раз сами гипнотизируете себя, и после такого вам будет труднее выходить в эфир. И чем больше вы замирающие будете смотреть на кого-то, кто выступает, и будете вспоминать все до гробовой доски там ваших, как вообще, что там произошло, почему вы вот не такая решительная или не такой решительный, вся ваша энергия будет уходить туда. Поэтому в тот момент, когда вы хотите потратить силы на то, чтобы замереть, смотреть на того, кто, как вам кажется, обладает какими-то навыками, способностями, благами, не важно чем, когда вам хочется замереть, смотреть, потом обесцедить себя, а потом расстроиться, а потом гневаться и так далее и тому подобное, вспомните, что вам очень важно начать действовать. То есть, если правильно управлять этим чувством, то его можно использовать как конкурентный азарт. То есть, вместо того, чтобы бояться и замирать, вы делаете шаг навстречу своему страху, навстречу своему страху. Вот это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!